итак добрый день дорогие ютубы зрители сегодня хотел бы давно хотел сделать обзор на свой телефон это galaxy s21 ultra черного цвета вот такого вот прошло уже наверное год может год чем-то даже больше даже года чем-то я пользуюсь ребят хочу сказать сразу я абсолютно доволен аппаратом аппарат не лагает хотя об этом попозже поговорим бывает ну короче ребят попозже поговорим что по экрану никаких выцветов ничего нет максимальная яркость максимальная яркость максимальная яркость дисплей очень яркий на солнце видно нормально вот приходится правда если если солнце очень сильный ребят то прямо надо выкручивать на всю то есть прямо на всю выкручивать по связи по вайфаю по bluetooth у никаких нареканий нет все работает четко отлично вообще без косяков без косяков давайте посмотрим ребят на его автономность и так вот давайте посчитаем 12 февраля 8 часов работы экрана то есть минус час ну короче ребят 8 часов получается где-то у меня в среднем работа экрана но это неправильная информация короче ребят часов 76 он держит если допустим короче почему он меня так держит долго вы скажете да потому что здесь у меня как бы нет симки я там вальфаем пользуюсь давайте откроем cpu тест посмотрим так здесь всеми нелюбимый exynos 2100 с максимальной с максимальной частотой тактовой короче 2.1 гигагерца мы видим у него 88 ядер до минимальная 400 5 нанометров процесс графика от mali g78 дальше вот мы видим samsung тест фокусируйся вот exynos 2100 1080 на 2400 пиксель разрешение экрана но там его можно менять 385 точек на дюйм оперативки у нас идет 10 гигабайт видим мы занято что 5 гигабайт хотя по сути должно быть 12 но он почему-то показывать что здесь ну почти 11 показывает 105 гигабайт но все правильно то есть вот такие вот характеристики сейчас давайте еще раз откроем он почему-то не с первого раза он должен вот батарея гуд то есть ребят еще вам такой небольшой совет допустим вы хотите купить телефон или еще что-то бы уж на и не знаете состояние батареи скачиваете вот эту пробу cpu z и вот в разделе батаре смотрите если написано гуд значит она там что-то от 60 от 70 то есть степень процентов износа доз до 90 батареи литий-ионная вольтаж 35 33 температура android версия 13 ну короче тут цифры хренит все сенсор тут все все можно чекать вот такие вот характеристики что по камерам камера главное вот это вот 12 мегапикселей и можно переключаться наш на 40 мегапикселей то есть там есть выбора задней камеры задней камеры на 100 кратный оптический зум основная камера на 108 и 12 мегапикселей пятикратный а по оптический и трехкратный оптический и ширик на 12 мегапикселей ребята давайте что по автономность а по автономность я уже вам говорил что по звуку ребят по звуку телефон четкий то есть когда вы покупаете его он из коробки не настроенный то есть я имею ввиду не настроенный а то есть звук можно под себя подстроить давайте вот послушаем по 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 видеозаписи вот 8к 24 кадра в секунду ультра hd 60 кадров в секунду то есть 4к 60 кадров в секунду 4 кадра в секунду короче 4к 30 кадров full hd автоматически full hd 360 и обычно hd по звуку по видео почему-то ребят пишет вот когда ты снимаешь и почему-то когда ты видел просматриваешь такое чувство как будто с левого микрофона идет больше звука чем справа то есть тут по сути давайте посмотрим то есть тут по сути вот микрофон 2 и вот снизу один микрофон и такое чувство что с одного микрофона идет больше звука и какой-то звук получается моно что ли больше ну то есть не моно а с одной стороны больше идет громче короче с одной с одной стороны звук что еще по вибро вибро здесь ну ребят кто вообще на вибро обращает внимание кому все эти блогерку куда хтит кугоре хтит вибро вибро вот тут классно это всем насрать на твои вибро вот пока по по тормозам ребят по тормозам тормоза нет нет не видел ни одного тормоза я конечно не играю и ребят не если к samsung сексинесом не берите он не играбельный он вас будет трудный фризить и ребят еще а когда ты используешь этот телефон летом в жару у тебя экран прибавлены плюс 120 герц тебя сбрасывается яркость вот что да и по поводу игр я в нем не играя про игры ничего не скажу камера там нормально видео нормально то есть в принципе пока не с чем сравнить да ты говоришь что оно нормально когда появляется у тебя объект для сравнения ты уже понимаешь где хуже где лучше но в целом вот так вот если фотографировать ночью людей да прям по слабом свете ночной режим да там видео в ночи в принципе ну достойно прилично да ничего такого сверхъестественного там нет то есть меня в принципе все устраивает только вот иногда есть один минус фотографиях это он делает в снеге не белым а синим почему-то это наверное надо больше в профессиональный режим нужно настройки больше настраивать что ребята по вот троттлинг и вот я вам хочу показать семьсот восемнадцать тысяч в режиме экономии и сейчас я включу производительный режим и посмотрим есть ли разница действительно в производительный режим и в режиме экономии ну я имею ввиду по антуту тесту и так ребят второй прогон с уже с отключенным режимами режим энергосбережения дал наоборот меньше баллов потерял четыре процента нагрелся на шесть и шесть градусов а первый прогон первый прогон первый прогон был семьсот пятнадцать нагрелся до восьми и восьми градусов начал четыре процента то есть получается даже в обычном режиме он меньше греется что телефон в принципе да нормальный но вот если бы не его процессор то текст нас он живет до хренища ну то есть я имею не до хренища вот относительно снэп дрэгонов которые делают сейчас да и которые делали тогда тогда когда вышел этот процессор тогда это было тогда был процессор снэп дрэгон 8 8 8 они были в принципе равнозначны почему потому что скорее всего то есть и 8 8 8 труд был также практически и снэп дрэгон ой и эксенс 2100 роль троттлил также да что тут android 13 до как бы при постоянно прилетает свежие обновления в основном это патчи до всякие там патчи безопасности и прочей прочей херня я думаю ребят он проживет еще до 15 андроида то есть сейчас здесь стоит 13 вот сейчас уже в бете идет 14 android и потом еще пролезет 15 и вот после 15 андроида все он уже навряд ли будет обновляться но и она не нужно ребят давайте рассудим по поводу обновлений да я хотел сказать по поводу обновлений смотрите есть сейчас android 4 и 4 который вышел в двенадцатом году сейчас на нем уже не поддерживается ни один ни одна служба гугла не play market вообще не youtube ничего то есть все он в прошлый век это можно сказать практически так можно для контента да и ну youtube можно окей браузер смотреть и сейчас он вышел в двенадцатом в тринадцатом по моему году это 4 4 и 2 вот а сейчас уже то есть прошло десять лет то есть если сейчас актуально android 13 и через десять лет в тридцать третьем году он станет неактуальным у вас к этому времени телефон ничего не останется ребят а новых фишек вот когда выходит новый android здесь изначально был android 11 или 12 по моему 11 да здесь был изначально android и вот что изменялось да вот со временем приходили обновления и очень мало чего добавлялось ну то есть я имею ввиду мало каких-то вот таких вот штук были в именно в операционной системе android очень мало прямо прямо грош грош цена ну то есть папу но функционал новый практически не добавлял все осталось то же самое вот если разве что появилась вот cam plus есть можно включить в новом андроидах новых андроидах появилась такая опция автоматического а прибавление не автоматического а прибавление оперативной памяти исправить телефона но ребят но разве что в новом андроиде пролетела вот такая вот штука это называется автоматическая они это утонтии дополнительной оперативной памяти. Она берется из основной памяти, она не такая быстрая, то есть оперативная память, у нее одна скорость, у этой оперативки другая скорость, и я думаю толку от нее практически, ну, мало, очень, может быть, ну, то есть она не очень эффективна, это просто маркетинг ради маркетинга. Вот видите, да, у меня 12 оперативки, и доступно всего 6, то есть только половину. Что, ребят, по поводу дополнительных самсунговских фишек, книжный экран, ну, авиарежим, фонарик, здесь мобильная точка доступа, вот здесь я пользуюсь то, что мне нужно, первое, связь с Windows я ни разу не пользовался, вот, запись с экрана, в принципе, хорошая вещь, быстрый, вот, ребят, быстрая отправка, вот это вот хорошая вещь, сейчас вам покажу, Dexp я ни разу не пользовался, он не нужен, SmartFuit я не знаю, вот, 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 обмен с окружениями, вот это вот офигенная часть, комфорт для глаз, вот, ребят, вот этот комфорт для глаз, это, типа, трутон, как на айфоне, они говорят, типа, когда ты нажимаешь, у тебя экран становится таким цветом, как будто на него нассали, и вот айфон это ввел, и говорит такой, типа, это чтобы вы на ночь там быстрее засыпали, что вот экран синий, он давит на глаза, и вы потом не уснете, а вот желтый экран, он меньше, это пиздеж, ты, тебя, что заставляет бодриться, это, ну, я имею ввиду, что ночью тебя заставляет не спать, ну, они как сетуют, типа, ты смотришь на синий экран, ну, когда он синего цвета, ты потом тяжело засыпаешь, а когда у тебя желтый экран, более мягкий, то ты потом быстрее засыпаешь, ну, это неправда, ребят, ты не засыпаешь, потому что твой мозг активничает, он анализирует, смотрит ролики, думает, размышляет, и этому не дает уснуть, если ролик какой-то интеллектуальный, ну, если ты не сильно устал, а экран это белый, черный, красный, мозгу похрену, вот, еще Dolby Atmos обязательно используйте, это она прибавляет объем в звуку, да, ну, и все, в принципе, еще вон QR-код, вот это режимы Bixby, это вообще бесполезная херня, вот, ребят, и по поводу звука, так как я люблю слушать музыку, да, я использую Bluetooth наушники, вот тут в звуках и вибрации, звуки и вибрации, я туда немного зашел, вот, здесь в самом низу есть качество звука, здесь можно поставить Dolby Atmos и эквалайзер, вот, и есть еще такая штука, как Adapt Sound, только она почему-то не переведена, и здесь как бы есть такая градация по уровню вашего возраста, то есть, вот, видите, младше лет усиление высоких частот, от 30 до 6 усиление высокие средние частоты, старше 60, это вот усилить все частоты, то есть, это вот такая штука, вот, и раздельный вывод звука, то есть, по звуку вообще нареканий к нему нет, абсолютно офигенной колонки, да, ну, колонки, говорю, динамики, нареканий нет, да, то есть, прям можно как небольшую мини-колонку использовать, вот так вот идет отпечаток пальца регистрации, мы видим, что видимо, видно и быстро, в принципе, да, и сейчас посмотрим, это сканер здесь у них ультразвуковой, вот видите, он вам говорит, куда тыкать, все, готово, нажимаете, блокируем, давайте попробуем скорость этого отпечатка найти, моментально, то есть, прямо, просто быстро, просто моментально, то есть, все, чуть-чуть, прям, прям, я не знаю, то есть, просто, просто моментально, просто 0-0-0 секунды, просто быстрее не может быть, все, ты нажал, он же разблокировался, то есть, видимо, немного довели отпечаток пальца, на предыдущих моделях было с этим похуже, также, ребят, мы видим, добавилась такая опция, это экстренные ситуации, то есть, медицинские сведения, здесь добавляются какие-то медицинские сведения, о которых, типа, тебе приедет скорая, она там будет знать, на чего у тебя аллергия, на чего у тебя геморрой, и прочая, и прочая херня, следующая, есть такая же экстренная помощь, то есть, вы видите, вы нажимаете 5 раз на телефон, и он якобы, короче, в SOS 9.1.1 набирает, даже есть опция оповещения о землетрясениях, вот как, если вы хотите оптимизировать свой смартфон, здесь вот есть, блядь, есть такая штука, то есть, телефон у вас будет несколько раз в неделю, он будет перезагружаться, также можете нажать на батарейку, так, так, на Азу, здесь он будет проверять вам, здесь можно, включить дополнительную память, так, а где здесь, если вы хотите, так скажем, прожить подольше, да, можно нажать на батарейку, тут снизу есть, другие настройки, аккумулятор, здесь можно выставить оптимальный режим работы для вашего профиля пользования, так скажем, вот видите, здесь можно всякие настройки, всякие настройки для аккумулятора, вот адаптивный режим аккумулятора, чтобы он адаптировался, да, работал там, где нужно нагружался, там, где нужно не нагружался, скорость обработки, процент показа зарядки, информация зарядки, вот тут есть опция снизу, защита аккумулятора, то есть, ваш телефон будет заряжаться, восьмидесяти пяти с целью экономии емкости аккумулятора то есть можно поставить ее он будет заряжаться до 85 процентов и там уже зарядка не будет дальше работать ну то есть не будет дальше заряжаться дальше 85 процентов то есть можно поставить также медленную зарядку ребят по поводу быстрой зарядки вот китайцы сейчас хвалится то что там вот у нас зарядка она там 240 ватт заряжает за 200 за 10 минут я видел видео где чувак год заряжал 120 ваттной зарядкой часто напоминаю есть 240 ваттной зарядки не заряжает сейчас вот рекордсмен это какой-то там крилами по моему он за 9 минут 100 процентов так вот он пользовался целый год зарядкой на 120 ватт и что вы думаете 25 процентов емкости аккумулятора потерял за год то есть за два года вы потеряете 50 процентов я напоминаю что если заряжать обычной зарядкой телефон то за год он теряет в среднем где-то 8 5 все зависит от того как вы будете заряжать имеется ввиду ну смысле режим зарядки 8 5 ну 10 максимум а это а это за год потерял за год потерял 25 процентов то есть это 120 ватт зарядка что будет 240 ваттной зарядкой вот что каков итог по этому телефону давайте я вам расскажу о его плюсах а его минусах кстати по поводу царапин вот тут мы короче и он у меня весь уже убитый то есть ну здесь у нас завода тогда шла пленка сзади корпуса ребят сзади корпуса сейчас вам покажу сзади корпуса нареканий нет вот выглядит вот мне нравится как выглядит вот именно внешний вид я имею ввиду хорошо выглядит такой черный 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 угольный что по плюсам ребят давайте пройдемся в плюсы в плюсы я хочу добавить данного телефона это внешний вид мне нравится внешний вид особенно мощный блок камер сзади это его изогнутый дисплей ну я имею ввиду ну это может быть так плюс как минус плюсы хорошее стерео очень хорошее стерео хорошие относительно если не сравнивать с другими телефонами камеры что еще в плюс это конечно стократно его зум но ребята я вам скажу сразу что это опция она одна скажем так скажем однопользовательская я включил один раз попробовал ну как то может быть раз два года вы будете пользоваться 108 мегапикселей это очень нормальная такая фишка то есть она прибавляет деталям к вашим фотографиям ну в принципе наверное все звук все камеры все плюсы в принципе все давайте ребят в минус минус это его процессор это конечно небольшой минус да не огромный но все же минус это его процессор во первых он начинает троттлить когда вы его сильно гружается начинает сбрасывать яркость очень-очень сильная с батареи вот из-за этого процессора до батарея очень быстро уходит ну что еще я ребят говорю с точки зрения не тех на блоге у которого по 20 аппаратов на руках за день проходит а у которого один телефон и он уже долгое время пользуется вот прям жирным минусом этом этот эксинус является да то есть он от него все проходит вот все я ребят вот я больше минусов не увидел ну можно было бы в качестве добавить трех с половиной миллиметровый джек ну я имею ввиду чтобы слушать музыку все то есть принципе я больше претензий к нему к этому телефону как владелец не имею возможно я бы имел претензий если бы допустим мне было с чем сравнить но я не мне не с чем сравнивать поэтому я доволен телефон огонь брать можно но вот вот его бы прям вот поменять ему в процессор и было бы все хорошо все работает без тормозов хотя бывает иногда редко просто не запускается приложение то есть ты открываешь его прожжение оно вылетает открываешь она вылетает открываешь так секунды три но это бывает ребята раз в год вообще то есть очень редко никаких тормозов флагах nfc все работает то есть все все чики-пуки gps непонятно как то работает насчет gps ребят хотя он ну короче gps в принципе нормально фуручит тоже нареканий нет давно хотел сделать обзор на свой телефон вот такая вот хренатина да ну из минусов еще нагрев да вот который я говорил из минусов он когда особенно летом ты включаешь 3g начинаешь навигатором на сон используется он также если 120 герц да эти 120 герц сбрасываются экран у тебя чуть-чуть ярко избавляется он начинается греться и еще ребят вроде бы не сложно то есть летом да вот когда дома жарко ты начинаешь пользоваться разными то есть приложением там ватсап какие-то другие да вот такие мессенджеры да социальные сети ты начинаешь пользоваться и начинаешь между ними переключаться переключаться и какой-то он тебя постепенно чуть-чуть чуть-чуть начинает нагреваться вроде бы задачи простые да там телеграмм ватсап youtube ты просто между ними переходишь переключаешься и телефон у тебя начинает чувствую что задняя крышка начинает нагреваться и еще ребят недавно я включил на нем я не знаю может быть дело это в самсунг интернете то есть у меня основной браузер это самсунг интернет вот он и я им пользуюсь вот и я включил на нем фильм решил посмотреть у меня вот сзади здесь очень сильно нагрелась вот здесь вот где видимо процессор и он очень сильно потерял в батарее прям очень сильно я чё-то там буквально у меня был то ли 37 то ли 39 я включил фильм сани невского нападение на рио брау и у меня за вот этот час я просмотрел час и у меня осталось 19 процентов может быть это браузер такой я не знаю но вот факт остается фактом вот дело скорее всего просто в этом эксеносе все ребята был небольшой обзор всем спасибо и пока пока